Летящей походкой к машине. Еще 20 лет назад встретить девушку за рулем было практически невозможно. Считалось, не женское это дело – баранку крутить. Да и сами дамы не горели желанием пересаживаться с пассажирского на водительское место. Времена изменились. Теперь в автошколах гендерного неравенства нет. Если в процентном соотношении, то сейчас где-то это, наверное, все-таки 55% девушек идет учиться, и остальные 45% – это мужчины и юноши. Многие мужчины по-прежнему считают – из женщины водитель никудышный. Сотрудники госавтоинспекции совместно с одной из иванских автошкол решили проверить справедливость этого суждения и организовали соревнования для начинающих автоледи. В ВАЗе только девушки – курсантки автошколы. Полоса препятствий стандартная – эстакада и змейка. Выполнить упражнения нужно без ошибок и как можно быстрее. Ирина учится уже пятый месяц. В своей группе – одна из лучших. Площадка теперь и сейчас дается легко. На площадке я катаюсь достаточно давно. Город, конечно, посложней, но пока что все получается. Пока все получается, но не скажу, чтобы спокойно все это. Все равно с каким-то опасением. Все равно инструктор иногда и ругает. Прекрасный пол прекрасен во всем, уверена девушка. А насчет обезьян с боеприпасами – все это предрассудки. Плохие водители есть и среди мужчин. Но, к счастью, пока она не встречала их на своем пути. Сергей Валентинович сразу предупредил, что на дороге нас будут дискриминировать и где-то не уступать, где-то не пропускать. Но на самом деле я с таким не встречалась. Все водители достаточно лояльно относятся к таким водителям, как мы. Нам везде пропускают, везде уступают. Точку в конфликте полов ставит официальная статистика ГИБДД. Мужчины за рулем гораздо чаще нарушают правила, попадаются пьяными и становятся виновниками ДТП. За 2016 год на территории областного центра города Иваново произошло 674 дорожно-транспортных происшествия, 79 из которых произошло по вине женщин. То есть львиную долю, как говорится, данных ДТП совершили все-таки представители мужского пола. Можно, конечно, списать это на то, что сильный пол чаще за рулем. Однако женщины обладают качествами, крайне полезными водителям. Женщина за рулем более сосредоточена, сконцентрирована, чем мужчина. Менее отвлекается на посторонние вещи, на телефонные разговоры. И, как правило, гораздо более серьезно подходит к процессу самого управления транспортным средством. Основные нарушения среди женщин связаны с маневрированием, то есть перестроением, поворотом, разворотом. Плохой водитель или хороший не от пола зависит, а от сосредоточенности за рулем и от соблюдения правил, конечно. Вот и наши девушки справились с заданием блестяще. Победительницам подарок – цветы и грамоты от госавтоинспекторов. Пока, к сожалению, не водительские удостоверения, но всему свое время. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.